Здравствуйте, с вами я, Леонид Котвицкий, я хочу показать о вакцинации кроликов, сам я врач, кстати, для меня как делать уколы это все не навье, но я решил, что сделать, показать сначала не на кролике, а показать на человеческой, так сказать, шкуре. Проблема в чем? Несколько видео, сам посмотрел в интернете по вакцинации, рассказывает вроде понятно, а не видно за шерстью, ничего не видно, куда там игла идет, что происходит, поэтому мы покажем сейчас, ну, больше теоретически на человеке. Кстати, не обращайте внимания, аж мне руки такие, а так руки у меня чистые, это просто краска от принтера, а то сейчас скажет, ничего себе врач, она не отмывается так легко. Значит, я говорю о вакцинации в холку, о подкожной вакцинации, это самый хороший и долго действующий способ. Внутримышечная вакцинация в бедро, то есть в бедро, в ягодицу, как у человека, внутримышечный укол, производится в редких случаях, в основном это случай для срочной вакцинации, если уже начинается эпидемия, вот чтобы быстрее подействовало, но оно действует только 3-4 месяца, а не полгода. Или можно прививать кроликов, которым, например, там, ну, месяц осталось до забоя, они точно пойдут на забой, они уже никуда не пойдут, но для предохранения еще, на размножение не пойдут, но для предохранения надо по-быстрому провакцинировать, тоже делать внутримышечно. А так в холку. Так вот, у кролика на холке, так, за головой, позже я покажу уже на кроликах, берется вот такая складочка кожи. Вот так она берется, так? И здесь какой момент? Нужно уколоть вот туда, между двумя шкурками. Шкурки обычно такие тоньше, да? Если будешь колоть высоко, так, шкурки очень тонкие, ты можешь промазать, проколоть насквозь, можешь проколоть где-то вбок, так пойдет между... Шкурка берется у кроликов хорошо, вот как рукав, например, давайте я на примере рукава, да? Шкурка вот так хорошо берется, и сверху здесь, ну, ну, миллиметр между ими. И ты можешь и вбок проколоть, можешь и насквозь проколоть, что игла с той стороны вылезет, так, вот так колешь, и игла вылезает там. Поэтому колоть надо ниже, да? Чуть-чуть под углом, где-то 20-30 градусов, то есть не параллельно, но и не так, не 90 градусов, а где-то 20-30 от горизонтали. Так, вот так надо примерно колоть, так? Почему? Потому что снизу здесь уже толщина больше, да? И ты попадаешь уже надежненько между двух шкурок, так, в какой-то жирок там имеется. Вверху ты держишь, ну, миллиметрик, здесь просто некуда попадать и очень легко промазать. Так вот, держишь вот так, колешь ниже возле позвоночника, чуть-чуть под углом, но и внимание, не колоть, сбоку показываю, взяли мы складочку, не колоть вот так, под 45 градусов или еще больше, так? Почему? Потому что можем попасть в позвоночник, попасть в косточку, в позвоночник, это кролик либо инвалидом станет, а то и умереть может, так? Значит, наше дело между шкурочками взять и более-менее параллельно, но немножко под углом вот так берем, оттягиваем повыше, у кроликов там хорошо шкурка оттягивается, так? И вот туда, то есть вот такая ситуация. Взяли шкурочку, так, и ниже, под небольшим углом, вот так, оп, укололи иголочку, почувствовали ощущение провала, дальше пихать не надо. Так, нам не надо, чтобы вылезла с другой стороны, так, чуть-чуть, оп, услышали про провал и пихнули. Пол миллилитра, миллилитр, смотря какая вакцина. А сейчас пойдем в сарай, конкретно к кроликам, и на кроликах я уже покажу более-менее наглядно, там плохо видно из-за шерсти, но показан сам процесс уже в общем будет видно. Вперед в сарайчик. Итак. Вот так, за задние лапки. Самый надежный способ за ухи и за задние лапки. Так, держи, за ухо. Так. Крольчонка держим. Успокойся, успокойся, маленький, успокойся. Крольчонка держим. Наша задача сейчас набрать. В данной вакцине используется один миллилитр. Так, то крольчат надо колоть разными шприцами, естественно, как и людей. Нюанс в том, что если одна семья, то одну семью допустимо колоть одним шприцом. Если крольчата с мамой, вот, например, девять крольчат, десятая мама, как раз получается на одну... Назад, 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 назад. Как раз получается на одну семейку, на одну семейку десять доз. Одна ампула, что как раз, как раз очень удобно. Так. Для этого так, держать их лучше вот так, ноги и ушки. Так. В идеале я предпочитаю, как по-медицински, смазюкать спиртом. Итак, берем складочку, так как я показывал, не пробивая насквозь, но в то же время между двумя шкурками и в то же время не попадая в позвоночник. Оп. Укол от один кроличек. Хороший, хороший, успокойся. Успокойся, вот иди сюда, побегай. Вот. Удерживаем. Следующего. Опять набираем миллилитр. Самые любопытные так и просятся на вакцинацию. Вылезают, всем еще будет. Ну, на самом деле, они, конечно, вылезают не на вакцинацию. Так. А вылезают они, смотрят, нет ли чего покушать. Оп. Опять между шкурками. Но не в позвоночнике. Куда отпустили. Так. Иди бегай, разведывай. Следующий. Внимай. Успокойся, 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 успокойся. Успокойся. Успокойся, малявочка. Успокойся, некоторых приходится. Все, 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 все. Иди ко всем. И вот таким вот образом, так, мы проходим. Так. То, что на шкурке, кстати, если момент такой бывает, уже не набирается, поэтому набираем миллилитр воздуха. Так. Это чисто манипуляционные нюансы. Воздух туда, эту штучку назад. То, что с воздуха может попасться какая-то одна-две бактерии, это не страшно, так как все-таки всегда в вакцинах содержится консервант, который на первое время имеет определенную... Так, прижать, прижать, прижать. Спокойненько. Шерстку бывает, если плохо видно, можно вот так раздуть. Для начинающих обычно проблема, что не видно из-за шерсти куда-что... Хорошенький, хорошенький. Куда-что колешь, из-за шерсти не видно. Так, так вот, раздуть эту шерстку. Так, набираем воздуха чуть-чуть. Воздух сюда, так, вакцину оттуда. Обычно из-за шерсти, если плохо видно, да? Сейчас, сейчас. Хорошенький, хорошенький. Хорошенький. Так. Хорошенький все пускаем. Опускаем все. Так, некоторых уже приходится ловить. Первые, самые смелые. Уже уколоты. Если кто смотрит, думает, а что это мы их... Куда это мы их... Сейчас сверху они только так бегают, я потом их пересажу уже в общий вольер ко всем кроликам. Мама остается, потому что маме, по идее, скоро рожать. Так. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хороший, хороший, хорошая малявочка, хорошая, малявочка, хорошая. Мы для твоего же блага. С весна, скоро начнутся комарики и будет миксоматонка. Хороший, хороший, хороший. Хороший, иди-ка, иди-ка всем, иди. И так. Да-да-да, они, конечно, за уши кверху. Кверху, не надо давить голову туда. За ушки кверху. Прижимаем за ушки кверху. Так, натираем шкурочку. Малявочка, не переживай, не переживай, я очень нежно делаю. Даже потом затрем. Так, вот. Беги. Следующий. И вот так мы постепенно их всех, всех прививаем. Я вообще собирался 40 прививок сделать, но где-то нет вакцин, потому что есть 40. Есть более 40 кроликов, только, ну, самых меньших, которых, так, примерно 40. Я собирался 40 штук переделать, но не завезли. Вот. Поэтому делаю хотя бы десяток, и сейчас вам покажу. Так. Это семейка. А на очереди еще 30 штук. Где-то, где-то, вот этого я. Сидите, 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 спокойно, успокойся, успокойся, успокойся. Вот бывает. Иголка выдернется. Хорошенький, 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 хорошенький. Хороший малявочка, иди ко всем. Так, иголку только при этом смотрим, чтобы иголка шерсть не вымазывалась там соседнюю. Так, где мы не дезинфицировали. Если вымазывается, то либо менять иголочку, вот, либо, либо дезинфицировать саму иголку спиртом протирать. Так, успокойся, успокойся, спокойно, спокойно, бояться. Ну, что поделать? Бывает, бывает, малявочка. Это как с детьми, чувствуешь себя педиатром. Ну, вроде успел, вроде ничего не вытекло, так? И, и мамочка, мамочка, мамочку придется поднапрячься. Иди, мамочка, сюда. Ой, 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 хорошенькая, 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 чернушка, чернушка. Спокойно, спокойно, чернушечка, спокойно. Ой. Иди, мамочка, я понимаю. Успокойся, девочка, успокойся, ну ты ж меня знаешь, ну свои же люди. Не впервые ее уже делаем, но что-то она испугалась. Это сделаем с этой стороны, так удобнее. Все, 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 давай, сюда, иди сюда, хорошенькая, иди к себе, иди к себе, иди к себе, иди к тебе. Так, вот таким способом мы с Людмилкой, так, Людмила, жена, привили десяток кроликов, как видите, процесс довольно быстрый. Так, все, они отправляются в общий вольер, знакомиться со всеми. Все, значит, прививать лучше в холку, особенно молодых, да, это которым недолго осталось до забоя, тех можно прививать. Все, они сейчас знакомятся. Которым осталось недолго до забоя, тех можно прививать в задницу, но я предпочитаю задницу и не делать, потому что, ну, в ягодичную мышцу. Ну, что потом хромают, да и зачем, если все, если спокойно, даже видите, маленьких, это они где-то месячные сейчас, спокойно, даже месячных есть куда прививать в скурку. Так, поэтому делается все в холочку, только надо привыкнуть, я вам показывал это на, на коже человеческой, так лучше видно. И надеюсь, надеюсь, я думаю, что все понятно. Вот таким образом кролики прививаются, как видите, ничего сложного, но некоторые нюансы надо знать. Все, всем пока, спасибо за внимание.